МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал Кузбасский ковчег. Коллектив нашей программы рад поздравить вас с праздником Успения Пресвятой Богородицы и с Днем Шахтера! Владыка Аристарх осветил храм святого Сергия Радонежского на шахте имени Рубана в городе Ленинск-Кузнецкий. В праздник Казанской иконы Божьей Матери в Кемерово появился еще один святой источник. В рубрике «Музей» мы расскажем о празднике Успения Божьей Матери. Дорогие шахтеры, труженики горных предприятий и соотечественники! Для нас сердечная радость встречать вместе с вами славный праздник Дня Шахтера и, прежде всего, передать добрые пожелания и поздравления от его святейшества, святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают мужественные и сильные духом люди – шахтеры, чей нелегкий труд является залогом стабильного развития российской экономики и благосостояния наших людей, особенно в пределах Кузбасса. В этот праздничный и светлый день примите искреннее поздравление с профессиональным праздником, который пользуется всеобщей любовью и стал главным в Кузбасском регионе. День Шахтера является для жителей Кемеровской области одним из самых долгожданных и любимых. Но этот праздник мы иногда празднуем и со слезами на глазах, переживая боль трагедий на угольных предприятиях и утрату человеческих жизней. Можно сосчитать тысячи погонных метров горной выработки, но не счесть всех слез родственников погибших горняков. На территории Кузбасса в памяти погибших тружеников горнодобывающей промышленности построены часовни и святые храмы. Они созидались на средства шахтерских коллективов, жертвователей, благотворителей на сбережения прихожан. Это истинно народные храмы-памятники о самоотверженном труде ветеранов шахтерской славы и тех героев горняцкого труда, которых сегодня с нами нет. В этот замечательный день хотелось бы выразить каждому шахтеру искреннюю благодарность за тяжелый и самоотверженный труд. напомнить еще раз об очень важном. Не забывайте об ответственности, о том, что от поведения каждого зависит жизнь и здоровье других горняков. Молитвенное предстательство святой великомученицы Варвары пусть станет покровом от бед и опасности наших тружеников шахтерского труда. «Хотел бы вам пожелать доброты сердца. Нужно научиться помогать друг другу. И в ответ на эти добрые дела мы будем получать и сами много доброго от других, получать добро и от самого Бога. Эти простые истины испытаны временем. Опираясь на них, мы способны построить сильное государство, достичь успеха и испытать полноценное счастье в личной жизни». Молитвенно всем вам желаем благословения Божие в труде, мира душевного, здравия телесного, крепости сил. Самое главное – готовности и способности, несмотря ни на какие трудности, идти вперед, устраивая духовную и материальную жизнь шахтерского региона. «Спаси и сохрани во всех, Господь!» В этом году наша страна отмечает 700-летие со дня рождения великого русского святого, преподобного Сергия Радонежского. Кузбасс тоже не остался в стороне от этого важнейшего события. Одним из самых ярких в ряду праздничных мероприятий можно смело назвать открытие и освящение нового храма в честь святого Сергия, игумена земли русской. Господи Божий, Спаситель наш, всятворяй и строй о спасении рода человеческого, прими молитву нас, недостойных раб Твоих, и удавли нас в настоящий час, воежжение осужденно, освящение совершите храма сего ко Твоему словословию созданного во имя святого преподобного Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца, и воздвижение в нем сотворите трапезы, якоподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Луку, ныне и притс, ныне и вовеки Богу. 19 августа в праздник преображения Господня митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского, построенного на территории шахты имени Рубана в городе Ленинск-Кузнецкий. Строительство храма святого преподобного Сергия Радонежского на шахте имени Рубана было начато три года назад. Сейчас это красивая семикупольная церковь со своей колокольней. Снаружи храм украшен мозаичными иконами Спасителя Богородицы, святого Сергия Радонежского и святой великомученицы Варвары, покровительницы шахтеров. Внутреннюю роспись нового храма и иконостас изготовили кемеровские художники-иконописцы под руководством Михаила Прошкина. После освящения новой церкви правящий архиерей поздравил верующих с праздником Преображения Господня и появлением на Кузбасской земле нового храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Владыка рассказал присутствующим о том, какую значительную роль сыграл в истории России этот святой человек. Вершиной торжества стала первая божественная литургия в новоосвященном храме, которую возглавил сам кузбасский архипастер. Вдвойне праздничным было событие освящения церкви в честь преподобного Сергия Радонежского на Кузбасской шахте, потому что совершалось оно накануне большого профессионального торжества – Дня шахтера. Освящение храма в честь преподобного Сергия Радонежского было названо важнейшим событием и представителями светской власти в регионе. Молитвенное участие в празднике приняли губернатор Кемеровской области, представители администрации, руководители шахт, строители. После окончания богослужения почетные гости и прихожане храма приняли участие в освящении памятника небесным покровителям христианской семьи святым князю Петру и Февронии Муромским. Эта скульптурная композиция не только украсила парковую зону, организованную на территории церкви, но и наполнила ее особым смыслом. Когда мы с вами освящаем какой-либо храм, какую-либо часовню или скульптурные изображения святых, мы через это освящаем и нашу жизнь, и среду, в которой мы живем. Сегодня это уютное место украсила скульптурная композиция в честь покровителей семьи, любви и верности муромских святых князей Петра и Февронии. Именно их супружеский союз в истории Святой Руси считался образцом христианского брака. Торжества продолжили скрытые модули на территории шахты имени Рубана. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к шахтерам и строителям храма с призывом хранить веру, которая во все времена помогала нашему государству отстоять свою целостность и единство. Одной из самых почитаемых в России икон Божьей Матери Казанскому образу посвящен новый большой храм, построенный недавно в столице Кузбасса. В престольный праздник на приходе Казанской Церкви произошло несколько важнейших событий. Дорогой Тиспавел, настоятель храма, поздравляем вас с престольным праздником, желаем помощи Божией и многих-многих трудов на предстоящей мире Христовой. После окончания праздничной литургии настоятель церкви Протерей Владимир Курлюта осветил надвратную храмовую икону, изготовленную в Санкт-Петербурге специально для Кемеровского Казанского храма. Испросив благословения Богородицы, с хоругвями и иконами в руках, прихожане отправились крестным ходом к небольшому роднику, расположенному на территории Ботанического сада в районе Шалгатарьян. Многолюдное шествие возглавил настоятель храма. Совсем недавно это был обычный родник. Несколько лет назад ветераны-афганцы из-за особого отношения к источнику, где всегда была чистая прозрачная вода, установили рядом поклонный крест. Этим летом на необычное место обратил внимание приходской актив строящегося неподалеку Казанского храма. Верующие оборудовали в основании родника купальню и соорудили над ней навес с крестом. Было решено совершить освящение источника в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы Казанская. Мы же призываем благодать Духа Святаго молились нашим водником Божиим всем в помощь, потому что через воду даже крещение, через воду мы Царство Небесное даже получаем, через воду, поэтому вода имеет силу, а здесь если она благодать Духа Святаго, она насущается освященная. Крещенская вода у нас даже не портится, символ вечности. Поэтому мы же тоже есть сколько, 70% по-моему из воды состоим, поэтому если мы будем пить крещенскую воду, подымывать себя, крещенскую воду, то мы будем охранять себя благодатью Божией, меньше к нам прилипнет разных гадостей, разных грехов. После освящения родника все, кто пожелал, смогли окунуться в источник и набрать в нем святую воду. Понимаете, такое впечатление так возвышенное, такое радостное впечатление освящения в источник. Вы знаете, в мере прочим, я не керамерчанка, я из города Иркутска. Вот я просто считаю, что это Божья благодать, что я попала в такой день сюда, в этот новый храм, что его освящали. Храм очень понравился. У меня живут родственники в Шадогатальяне, поэтому мне здесь рядышком. И я буду приезжать и очень благодарна всем служителям церкви, всем прихожанам, все такие добрые люди, а самое главное даже к источнику попала. Вот мне это все очень нравится, и я счастлива. Вода, освященная благодатью Духа Святого, такой близкий, такой естественный, понятный и доступный нам источник жизненных сил. И в Кемерово, в праздник Казанской иконы Божьей Матери, появился еще один такой святой родник. Здравствуйте, уважаемые телезрители! 28 августа Русско-Православная Церковь празднует праздник Успения Пресвятой Богородицы. И сегодня мы вам расскажем об истории и иконографии этого праздника. А поможет нам в этом искусствовед Людмила Владимировна Оленич. Людмила Владимировна, расскажите, что за праздник Успения Пресвятой Богородицы, и что означает само слово Успение? Успение Богородицы это один из 12 важнейших праздников, которые отмечаются Православной Церковью. И его понимание, отношение к нему связано вообще с почитанием образа Богородицы. И если уж обращаться к истории на этот счет, то, конечно, надо вспомнить, как это было еще у первых христиан. По крайней мере, в римских катакомбах мы уже встречаем первое изображение Богородицы, но там она еще живая, она или с младенцем изображается, или в виде оранты. Но то, что отношение к ней уже во II-III веках было благоговейным и очень высоко почитающим ее, это очень важно и для дальнейшего развития других праздников, связанных с ней. В V веке уже складывается именно традиция Успения особого отношения к событию смерти Богородицы. Успе значит уснуть по-русски, по-древнерусски, но в данном случае и умереть тоже. Но умереть совсем ненадолго, как мы знаем. По многим сюжетам священного предания, которые сопутствуют этому событию, Богородица была предупреждена о своей смерти. После смерти своего сына и воскресения его она прожила еще 12 лет в доме Иоанна Богослова. Оба они были целомудренными людьми, оба вели аскетический образ жизни, и именно это, наверное, их еще и соединяло. И вот прожив еще столько лет после воскресения Иисуса Христа, она получила от Архангела Гавриила, который уже приходил к ней с известной нам вестью, она получила известие о своей смерти. Она приняла ее, эту весть, конечно же, с благодарностью, и попросила только, чтобы все апостолы, с которыми она вместе принимала Святаго Духа, чтобы они собрались возле ее адра смертного. И действительно это случилось. Они просто на облаках собрались мгновенно возле ее адра и так или иначе успели попрощаться с нею. Она ушла без мучений, без страданий, очень спокойно, простившись со всеми, с кем хотел. Похороны ее были тоже, как говорит нам предание, весьма и весьма примечательны. В Иерусалиме, когда несли ее одр по улицам города, то многие и язычники, и иудеи сопротивлялись этому. Мы знаем, что встретившийся на пути этого шествия первый священник хотел опрокинуть одр, но здесь случилось таинственное наказание. Ему он лишился рук, а потом и возвращены были, конечно, ему руки. Но даже если бы это не случилось, то все равно, наверное, та толпа, которая видела это шествие, она была потрясена невероятной какой-то мистической силой и светом, облачным светом, как описывается, который исходил от этого одра и от всего, что происходило. Богородицу похоронили, ну, сказали бы мы современным языком, в фамильном склепе, где похоронены были ее родители и Иосиф Обручник, ее муж, и там ее гроб остается до сих пор. Сама она воскресла. Да, сама она воскресла, потому что через три дня после этого захоронения явился опоздавший, отличный от всех апостолов, как всегда, и недоверчивый апостол Фома, и он хотел проститься с нею тоже, и он пришел в этот гроб, ведь гроб это у иудеев пещера настоящая, и когда подняли крышку гроба, которым было закрыто, был закрыт одр, вернее, так скажем, то все увидели, что там пустая плащаница, только плащаница, и исходит невероятное благоухание после Богородицы, и все поняли, что она и физически вознеслась на небеса, подобно своему сыну. Мы так просто об этом говорим, хотя на самом деле в этом событии и в почитании Богородицы, и в догматике этого праздника, вообще в отношении к ней, конечно, заключено очень много сложных-сложных смыслов, ведь наше отношение к Богородице это прославление Бога, который выбрал совершеннейшую из людей, в то же время она и несла на себе, в себе тоже первородный грех, который искупит ее сын. Она не богиня, но она и лучшая из людей, настолько лучшая, что мы должны благодарить Бога за то, что Он дал нам этот образец, идеал вообще человеческого такого невероятно возвышенного качества, свойства, к которому всегда можно обратиться. Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, она и сравнялась с силами небесными и в то же время во многом превзошла их. С одной стороны, невероятная теплота всего человеческого, что в ней присутствовало, ее простота, ее скромность, ее вот это обращение к рукоделию, о котором мы знаем и по благовещению, и по другим сюжетам. С другой стороны, невероятная совершенно сила божественного начала, которое в ней присутствовало, она лучшая, самая совершенная, оставленная нам по замыслу Божию. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова